Изменения, которые могут разорвать порочный коррупционный круг в Украине. 10 шагов от НАД Совета реформ Михаила Саакашвили. Кто и зачем пытается разрушить антикоррупционную инфраструктуру нашей страны? Почему прокурор Роттердама Плюс отказывается доводить расследование до суда? И чего ждать после новогодних праздников и как можно скрасить январский локдаун? Об этих и других темах нового номера англоязычного еженедельника смотрите в Киевпост-ревью. В этом выпуске Киевпост-ревью я хочу рассказать об обложке нашего нового номера. Она очень необычная в этот раз. У нас на кавере будет три колонки, три мнения от разных колумнистов. Одна из них это колонка от Михаила Саакашвили, главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины и нашего нового звездного колумниста, который начинает писать для нас. Вторая колонка от Дмитрия Кулебы, нынешнего министра иностранных дел. И третья колонка от Михаила Жирнакова, который является юридическим экспертом. И он пишет обо всех тех проблематичных судебных решениях, которые сейчас принимают в Украине, и которые на самом деле дискредитируют все реформы, которые начинались или были проведены в Украине за это время. И вообще подчеркивает все проблематичные моменты, которые сейчас есть в Украине, связанные с судебной системой. Расследование одной из крупнейших энергетических схем в современной истории Украины может так и не дойти до суда. Речь идет о формуле ценообразования на уголь Роттердам плюс, которая якобы обошлась украинским потребителям в 39 миллиардов гривен. Несмотря на наличие доказательств коррупции, 9 декабря прокурор Виталий Пономаренко заявил перед Комитетом Верховной Рады по антикоррупционной политике, что дело по схеме не может быть передано в суд. Каковы истинные причины? Мы ранее опубликовали критические материалы о деятельности генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Две недели назад она опубликовала у нас первую колонку. А на прошлой неделе у нас вышел материал Сергея Лещенко, где он критикует ее деятельность. И по всей видимости, она хочет ответить на все обвинения в ее сторону и рассказать о тех реформах, которые она пытается проводить в рамках своей деятельности. Ирина Венедиктова пишет о том, что антикоррупционная система хоть пока и не имеет той эффективности, которой от нее ожидает общество, но позитивные тенденции все же есть. Так, по словам генпрокурора, в сравнении с прошлым годом более чем на 10% возросло количество раскрытых коррупционных правонарушений и на 50% количество лиц, которым сообщили о подозрении. Что же касается уголовных производств, предъявленными в суд обвинительными заключениями, их стало больше почти на 40%. Пандемия очень ударила по всем, в том числе и по Киевпост. Многие наши коллеги работают из дома, и как раз Дарья Шульженко для рубрики Lifestyle написала о том, как готовиться к грядущему локдауну, который начнется 8 января. Она пишет о том, где купить вино, сладости, пижаму, также о том, где купить разный новогодний декор для дома, который сможет сделать его теплым и уютным. И, конечно же, о том, как лучше подготовиться к новому локдауну. Это важно, потому что теперь мы не покидаем так часто дом в рамках этой новой реальности. Дарья Шульженко рассказывает об украинских товарах, которые помогут скрасить зимние праздники и последующий локдаун. Помимо всего прочего, покупая товары местных производителей, можно поддержать бизнес, который очень сильно пострадал из-за кризиса, вызванного пандемией. Еще один материал Елизаветы Семко посвящен современным проектным решениям одного из популярных в нашей стране архитектурных бюро. Мой материал – это интервью с Славой Белбеком. Это основник Украинского архитектурного бюро Белбек-бюро. Они сделали и в Украине, и за кордоном, очень много известных архитектурных и дизайнерских проектов. Украинского архитектурного бюро Белбеком. Мы с ним поспілкували про его проект реконструкции и реновации церкви в Сан-Франциско. В Белбек-бюро сделали там ивент-холл. Также мы поспілкували про его известные проекты в Украине. Это «Киевфедмаркет», где даже Володимир Зеленский проводил свою пресс-конференцию, пресс-марафон. Также мы поспілкували про проект Белбека в Китае. Незважившись на карантин, Белбек-бюро сделали первый проект в Китае. Украинская команда спроектировала маркетинговый центр в экологическом научно-технологическом парке «Дарен» площадью в тысячу километров. квадратных метров. Это первый архитектурный проект в восточно-азиатской стране, над которым бюро работало в течение пяти месяцев. На данный момент компания проектирует еще одно здание в этом парке. Найбільш цікавые проекты «Слава» в Украине – это, конечно, «Киевфедмаркет» и «Одесафедмаркет». Чтобы построить «Киевфедмаркет», например, «Слава» вместе с командой, они полностью реконструировали військовый арсенал, что, кажется, 18-го столетия. Например, для «Банда Эдженси» – это рекламная агенция, и, например, для «Банда Эдженси» саме «Слава» запропонував влаштувати в них в офисе бассейн. Там немає води, але цей бассейн служить начебто таким залою для зустріч. И теперь, как Слава каже, працельники «Банда Эдженси» могут туда заходить и начать перемикаться между буденными задачами и небуденными. Также мы поспілкувались про его интересный проект, который называется «Хрущловтка». Это проект для своего друга. Он сделал редизайн его старой квартиры, которая находится в Хрущевке. Но это такой лофт, но с элементами какими-то... То есть, там совмещается и что-то старое, и что-то сучасное. Там такие обшарпаные зеленые стены. И Слава рассказал, что этот проект, на самом деле, сидел очень много плохих видов в интернете, но клиенту очень понравилось. Реализация архитектурных и дизайн-проектов за рубежом и в Украине значительно отличается. Тем не менее, Слава Балбек говорит, что ему нравится работать как за рубежом, например, в США и Китае, так и в Украине, где все процессы происходят гораздо быстрее и обходятся в 10 раз дешевле, чем в тех же Соединенных Штатах. Нужно проходить меньше инстанций, нужно меньше времени на узгоджение каких-то бюрократических вещей. И в Украине это, конечно, дешевле выходить. Потому что Слава намагается делать все свои проекты индивидуальными, и, обычно, его бюро, или даже СМС, делать какие-то вещи, какие-то мебли, или делать их на закрепление. А за кордоном, обычно, так редко выходит, потому что, если закреплять за кордоном какой-то крафт, какие-то индивидуальные вещи, то целых выходит буквально 10 раз дороже, чем в Украине. Киевпост. Listen to Ukraine's global voice.